Всем привет! Привет! Мы приветствуем всех поклонников проекта «Импровизация команды», всех участников проекта «Импровизация команды» и просто наших случайных зрителей. Мы решили, что раз сезон «Импровизация команды» достиг экватора, самое время подвести некие итоги, рассказать о том, что происходило, что будет происходить, и поделиться кучей очень важной и полезной информации. Обо всём по порядку мы погнали. Поехали! Ну что, для начала. «Импровизация команды» — это новый проект Comedy Club Production. Это главная соревновательная площадка для коллективов, которые занимаются юмором в жанре импровизационной комедии. В нашем проекте участвуют 24 команды. Эти 24 команды разбиты на две сцены. Сцена «Москва-2», в которой принимают участие 16 команд, и они борются за победу и право сыграть на сцене «Москва-1». А на сцене «Москва-1» собственно, 8 команд борются за звание «Лучший». Раньше игры могли проводить только мы. И, соответственно, многие команды спрашивали, а где же нам выступать помимо сезона? Ведь можно вылететь в первой игре или вообще не попасть, например, на сцену «Москва-2». Теперь есть возможность проводить официальные игры проекта «Импровизация команды». Вся информация об этом будет ниже, но мы расскажем о том, что любой человек, абсолютно любой, он может даже нас не знать, он может прислать заявку и сказать, что я в таком-то городе хочу проводить официальную игру, пригласить две команды для того, чтобы они приняли участие в этом мероприятии. Мы посмотрим заявку, расскажем, что нужно обязательно сделать для того, чтобы игра состоялась. Человек может это сделать, продавать билеты, заработать денег. Если вы думаете, что это просто какой-то сетевой маркетинг, мы сейчас рассказываем, что типа вы можете заработать денег и так далее, вот список городов, которые уже провели официальные игры. Тут и Брянск, и Москва, и Питер, и Екатеринбург, и Воронеж, и Ярославль, и Новосип, и Нижний. И в некоторых городах уже по две игры. И все они, надеюсь, в плюсе. В общем, проводите официальные игры, все подробности в описании. Да. В общем, начнем наше обсуждение с 1-8 финала сцены «Москва-2». Потом обсудим четвертьфинала сцены «Москва-1». А в самом конце мы решим очень интересный вопрос с очень спорным батлом на сцене «Москва-1» между Брянском и Ростовом-на-Дону. Короче, поехали. Первая 1-8. Там встречались спонтанные и бесстыжие. О, во-первых, мы забыли важную инфу сказать, а вот сейчас как раз самое время. Вот здесь, посередине этой фотографии, находится человечек в белой майке. Его зовут Вадим. Дело в том, что с этого года, помимо того, что можно проводить официальные игры, можно же стать официальным рефери проекта «Импровизация команды». Вся информация тоже будет ниже. Самых лучших мы обязательно попробуем, потому что дело в том, что в разных же городах будут проводиться официальные игры, их будет все больше, и, соответственно, не обязательно даже ехать в Москву. Вы можете жить в Рязани и проводить игры в Рязани. Вы можете жить в Екатеринбурге, проводить игры в Екатеринбурге. А можете жить в Рязани и проводить игры в Екатеринбурге. Даже так. Ну что, спонтанные и бесстыжие? Да, это первая 1-8 этого сезона. Надо сказать, что у нас идет уже второй сезон, весна 2019. Это пока первая и единственная игра нашего проекта на сцене «Москва-2», которая проходила в другом месте. Мы здесь иногда материмся, очень редко, когда крайне надо. Так вот, эта игра проходила в другом баре, в котором очень заебистый директор. Очень. Вот, и... В общем, спонтанные и бесстыжие. Знаете, вот такие игры, когда ты думаешь, что «А правильно ли то, чем я занимаюсь?» Вот в этот момент я сидел и думал. Меня? Ну, я, правда, был с семьей, и у меня не было, знаешь, вот этого, что «А правильно, что я не уделяю время семье, а уделяю время спонтанным и бесстыжим?» Я в какой-то момент просто вот так уделял время семье. Дело в том, что эта игра была прям, ну... Нет, у меня на таких играх у меня всегда поднимается давление, у меня становится красная голова, я сижу вот так вот, съезжаю вниз, я не знаю почему. Ну, потому что нам кажется, что, знаете, ну, на сцене восемь человек, а каждая из тех игр, которые мы в этом сезоне предлагаем играть командам, она просто рассчитана на то, чтобы команды могли пошутить. Ну, вот проще уже некуда, как нам кажется, потому что мы убрали все сложные игры, в которых сложные правила, какие-то там построения истории. Мы говорим, ребята, просто шутите шутки. И насколько мне напоминает вот эта вот штучка, ребята нашутили, например, одни ребята, на 14 раз, но 14 – это не шуток, потому что у нас два члена жюри, соответственно, за хорошую шутку команда получает 2 балла. Это значит 7 шуток. 7 шуток. А игр, ну, внутри игры вот этих импровизаций 6, соответственно, в какой-то игре они пошутили 2 раза, а в какой-то 1, а в какой-то 1. А, возможно, в какой-то 0, а в какой-то 3. Да. Но дело в том, что игра идет минут 10, а они пошутили 1 раз. Поэтому, ну, это было очень-очень-очень. В общем, да, спонтанные и бесстыжие. Спонтанные победили в этом батле, набрали, кстати, 37 баллов, это не такой плохой результат. Мы дальше в этом убедимся. Вот, а на самом деле... Ну, это тоже такие баллы были, знаешь, когда уже, ну, в конце просто... То есть я хочу сказать спонтанным, что, ну, молодцы, что победили, но не обольщайтесь. Это не то, что у нас 37, вы смотрите в список и, например, видите, что в своей половине сетки вы набрали больше всех. Это, знаете как, ну, ну, это никак. Там у спонтанных есть просто одна хорошая девочка. Когда человек много шутит, мы сразу запоминаем его имя. Вот Марина молодец, а семь пацанов нет. В общем, спонтанные Бестыжи и спонтанные идут дальше. А Бестыжих мы ждем... Где ты? Ну, где ты их ждешь? Ну, где-нибудь... В станции метро Савеловской. Мы ждем Бестыжих. Едем дальше. Сибирские суровые. Это не одно и то же. Это битва Челябинска и Новосибирска. Очень суровый батл. Очень суровый. Мы думали, что он будет такой прям, ну, что, 4 мужика из Челябинска, 4 мужика из Новосибирска. Ну, на самом деле, я скажу от себя, я был уверен, что суровые выиграют. Но они опытные, мы их давно знаем. Но, на самом деле, мы потом увидим, что не всегда опытные побеждают. Иногда опытные вообще не побеждают. Одни опытные вообще не побеждают уже 5 лет. Поэтому... Но сибирские, что мы можем про них сказать? Там очень есть яркий человек в усах. Ребята очень какие-то медленные. Особенно для сибирских. Ну, то есть... Ну, они так выходили, выдерживали такие паузы. А-а-а, я вспомнил, конечно. Я говорил, никуда не спешите, ребята. Все оплачено. Мы можем в этом баре сидеть. Это был батл-пауз. Это было невероятно зрелищно. И они этими паузами втянули в эту всю возню суровых. Суровые тоже решили, а, в таком темпе. Ведь любому человеку проще в легком темпе. Нет, но суровые с этой возней справились. Они победили 23-13. Правда, 23 это, конечно... А, 13. Так что, бесстыжих. Я отменяю встречу на станции метро Сайверовска с бесстыжими. И назначаю встречу с сибирским. Вам далеко лететь, но надо поговорить, ребята. И получается, что у нас в первом четвертьфинале сцены Москва 2 встретятся суровые и спонтанные. Да. Слушайте, ну я... Давай просто ставить вот здесь. Лишь бы поставить. Давай. Пусть у ребят загорятся глаза и попы, чтобы, например, типа... Ага, он поставил на нас, на них, а мы сейчас докажем. Я поставлю его. Суровые и спонтанные. Это, знаешь, вот как если бы мы в наших кругах когда-то, когда-то вообще, ну чисто гипотетически, когда-то на какие-то батлы ставили деньги, но мы так никогда в нашем проекте не делаем. Никогда. Вот, и вот если бы вот чисто гипотетически на кого бы ты поставил, на суровых или спонтанных? Так, ну тут еще, конечно, вопрос, сколько денег? Да дело не в деньгах, вот просто кто себе? Если больше тысячи, то я вообще в истории спонтанные и суровые не готов участвовать. Я ставлю на спонтанных. Я уверен, что спонтанные, они полуфиналисты прошлого сезона, они стопудово хотят увеличить, улучшить свой результат, они хотят быть в финале. Я думаю, что они суровым пройдут. Ну я, наверное, тоже в этот раз поставлю на спонтанных, только из-за Марины. Ну вот прям не скрывая, только из-за Марины. Поэтому пацаны, которые с Мариной, давайте, подтягивайтесь, и тогда у суровых будет шанс. Это стопроцентно. Суровым есть доказывать. Третий четвертьфинал, в котором встречались команды громкие и тайные. Итак, давай по громким сначала поговорим. По громким поговорим? А почему мы с тайных не начинаем? Потому что надо сначала закрыть все наши внутренние переживания, все наши психологические травмы и всю нашу ностальгическую боль. Команда громкий Воронеж. В этой команде играют ребята, с которыми мы с Димой когда-то импровизировали в Воронеже. Ты же в КВН с некоторыми играл. С некоторыми из них я играл в КВН. На свадьбах у них мы бывали. Они у нас на свадьбах бывали. Мы знаем их детей. В общем что, это ребята, которые очень долго занимаются импровизацией. Вот дольше них импровизацией занимается только... Да кто? Кто? Ребята из Питера, которые настолько долго занимаются импровизацией, что даже не участвуют в импровизации. Вот они вообще очень долго занимаются импровизацией. Но громкие, они вроде бы стараются, они очень много лет делают в Воронеже школу импровизации, проводят какие-то игры импровизационные. Я лично считаю, что им, конечно, немножко не повезло со жребием, потому что они попали на команду тайные, а тайные – это единственная в нашем проекте женская команда. Я с тобой как бы согласен. Даже мы, когда разговаривали с громкими после игры, а так как мы такие друзья, мы с ними разговариваем после игры, они говорят, ну, конечно, женская команда, плюс куча инфоповодов там у кого-то, не у кого-то, а у одного человека из громких родился сын, об этом сказали, девочки на эту информацию набросились и так далее. Все это да. Но! Семь лет импровизации и две игры. Две игры провели девочки, насколько я знаю, перед тем, как выступить в этом батле. Поэтому искать какие-то оправдания, что типа, а они девочки, а у них были инфоповоды. Ну, как... Нет, девочки, вот чтобы все... Девочки молодцы. Молодцы, молодцы. То есть это не к тому, что девочки такие слабые, а громкие умудрились им проиграть. Девочки молодцы, они пробуют. Они, когда прислали нам видос, мы сходу их взяли в сезон, посмотрев там шуток пять, наверное. У девочек, конечно, все впереди. Девочкам вот столько еще надо работать, там еще огромное пространство, куда надо расти. Но громкие. Но они же... В одной восьмой сцены Москва-2 спотыкаются второй сезон. Да. Поэтому... Причем тут, что мы с ними дружим? Мы с тобой дружим, например. Дружим, дружим. Ну, вот, например, мы играем в футбол. Да. И ты вот второй раз промахиваешься в пустые ворота. Да. Я говорю, Антош, ну ты йобик. Ну? Ну ты йобик. Интересное, какое слово ты выдал. Ну, в смысле, ты будешь обижаться меня? Нет, конечно. Ну вот. Поэтому, пацаны, ну вы йобики. Ну, в одной восьмой, блядь. Там люди из Челябинска с 23 баллами. 23 балла. 23, блядь. Как у Майкла Джордана на спине номер. 23 балла. Люди в 1 четвертый. Прилетят на самолете и играют. И пока Дима не завелся на все ворота, тайные в четверти. Поздравляем. Следующая 1 восьмая. Не, ну тайные молодцы. Следующая 1 восьмая финала. Знатные. Москва. Несерьезные. Ярославль. Итак. Ученик превзошел. Ученик превзошел учителя. Да. На знатных играет Таня. Она тренировала, ну помогала ребятам из Ярославля. И вот они встретились в 1 восьмой. Знатные финалисты первого сезона М2. Люди, которые в глубине души, они это не говорят, но мы это знаем, обиделись, что их не взяли в М1. Против них ребята, которые только начали. Они серьезные, очень прикольные. Мне они очень сильно понравились. Они молодцы. Мне кажется, у них есть очень большой потенциал. Ну а знатные, ну ребята, это мне кажется... Да, знатные, мне кажется, это команда, которая больше всех остальных команд зависит вот именно от какого-то вот типа, знаешь, кураж, настроения. Вот если типа и есть настроение, то у них все хорошо. Но если нет настроения, то вот... Да. Тот 22-35 может быть. Хотя, конечно, сильная команда не должна настолько от этого зависеть. И более того, мне кажется, что за два сезона у знатных настроения, вот как ты говоришь, прям настроение, было ровно в одной игре. Это очень крутая игра, которая показывает, что любой, кто даже завтра вот начнет заниматься импровизацией, если у него есть силы, время, талант, он этим хочет заниматься, тренироваться, репетировать, он может приехать и команду, которая уже там финалист, сколько-то времени этому посвятила, выиграть и идти дальше. Это круто. Это круто. Ну то есть я расстроился из-за знатных, потому что знатные одна из тех команд, на которые мы делали ставки. Да, знатные очень крутые, очень яркие. Очень порадовался, что такое случается вообще. Несерьезные выходят в четвертьфинал 35-22, и, соответственно, второй четвертьфинал сцены Москва-1, это тайные Санкт-Петербург, несерьезные Ярославль. Это интересная игра. На кого? На кого ты ставишь? Ну я поставлю на девочек. Тайные. Да. Та же фигня. Я тоже отдам предпочтение в этом четвертьфинале. Тайные. А самое прикольное, когда ты болеешь, вот знаешь, ну другая же команда как бы могла бы обидеться, ну вроде мы болеем за девочек, ну как на это обижаться? Ну конечно. Ну как, ну вы взрослые мужики из Ярославля, один вообще лысый, ну как можно обижаться? Мы болеем за девочек. Пятая-одна-восьмая финала. Разные Москва, Добрый Воронеж. Так, это тоже интересная, крайне интересная для нас была игра, потому что что греха таить, из Воронежа мы знаем всех. Да, мы знаем всех ребят. Из разных. Мы тоже знаем всех ребят. Потому что три из них из Воронежа. Да. На сцене было семь человек из Воронежа. И Рустам. Ну что, в первую очередь я хочу сказать Добрым, что они красавцы. Да. Они очень достойно себя показали в этом баттле, но это как раз тот самый случай, когда не повезло со жребием. Кстати, видео с жеребьевкой вы можете посмотреть по ссылке в описании. К Добрым не повезло со жребием, потому что разные, очень сильные команды, мы это знаем, и на мой взгляд это команда, которая сейчас является фаворитом всей сцены Москва-2. Они в прошлом сезоне участвовали в Москве-1, они там проиграли в первом же четвертьфинале, но мы знаем их потенциал и знаем, что они очень крутые. Добрые в первой же игре попали на них. Разные сразу подтвердили свой класс, 52 балла, это очень хороший результат, не только для сцены Москва-2, вообще в принципе для нашего проекта. Разные, что мы знаем прекрасно, что разные это команды, которые могут проиграть сама себе в любой момент. Да, поэтому расслабляться им ни в коем случае нельзя. Ну что добрым можно сказать, чуваки, мы их видели на фестивале, они чуть-чуть, правда, подкорректировали состав, там был чуть-чуть другой состав. Да, когда мы говорим фестиваль, это в прошлом летом проходила школа кастинг, кстати, которую вы тоже можете посмотреть, ссылка тоже есть в описании. Мы очень часто сетуем. Команды не растут некоторые. То есть мы их видели, например, в прошлом сезоне, видим в этом сезоне и понимаем, что, ну, так же хорошо или так же плохо, или так же средние, или так же ребята из Воронежа. Мне кажется, что команда Добрый из Воронежа, это одна из немногих команд, которая очень сильно прибавила с момента нашей первой с ними встречи. Вот они не участвовали в прошлом сезоне по какой-то причине, но это им, наверное, пошло только на пользу. Они как-то там собрались, видимо, репетируют, готовятся, и мы надеемся, что Добрый не остановится в своем прогрессе, и в следующем году мы на них очень сильно рассчитываем. Жигулевские кадровые. Шестая, одна, восьмая финала. Жигулевские. Самара, кадровые, Екатеринбург. Это первая игра, на которой я не был. И это игра, на которой был я. И судя по рассказам Антона, очень хорошо, что я на этой игре не был. Очень хорошо, что ты посвятил время семье. Да, но потом я разразился постом даже специально после этой игры, потому что ведь не обязательно приходить на игру, которая закончилась со счетом 23-10, чтобы понять, что там был полный пиздец. Абсолютно. 23-10. Десять. Десять. Самара и Екатеринбург побили антирекорд нашего проекта. Они на двоих набрали 33 балла. Так мало не набирал никто и никогда. Так мало. Вот я сразу скажу всем поклонникам нашего проекта. Ребята, на такие батлы надо ходить. Потому что, понимаете, вы... Как вам объяснить? Вы никогда не получите удовольствие от матча Реал-Мадрид-Барселона, если вы не сходите на Балтика-Луч-Энергия. Вот вы никогда не поймете кайфа, понимаете? Вот все глоры, которые болеют за Нижний в М1, сходите на Самара и Екат в М2, в Темпл-Баре с этими креветками. Посмотреть на эту кинопремию, блядь, с двумя баллами. Это чистый кайф. Чистейший. Десять. Я на Савеловской, Сибирске, ребят, не приезжайте. Не приезжайте. Отдайте билеты кадровым. Надо поговорить. Десять. Шесть игр, десять баллов. Напоминаю, что десять баллов в пять шуток. Пять шуток в шести играх. Как? Ну как? Там вот есть игра, например, вот кинопремия. Смотри, игра такая. Ты выходишь, можно смешно выйти. Блядь, упасть можно по дороге, будет смешно. Потом тебе дают две буквы. Ты говоришь, типа, там, сибирский пельмень. То есть еще раз можно сказать смешно. Два слова смешно. Можно, да. Потом второй выходит, опять может пиздануться на той же кончике, типа, еще раз смешно. Уже рефренд. Понимаешь? Да. И потом еще говоришь, и там, например, можно тоже смешно сказать. Да, да. Четыре балла можно получить. Не четыре балла, а четыре раза почти восемь баллов можно получить на одном выходе. А мне ноль у команды. Ноль. Они туда-сюда ходили, как в аэропорту, блядь, просто. Вот я могу в аэропорт прийти, смотреть, как люди вот так ходят. Вообще не смешно. Но только вот так сидя, ем. Знаете, когда в ресторане сидишь в этом аквариуме, вот так, а тут стекло и на улице люди. Вот это, блядь. Екатеринбург играет игру на Москве 2. Я сижу ем, там какие-то свои дела у людей. Так, ну если чуть посерьезнее, то кадровые. Конечно, ребята, вам нужно тренироваться, играть, проводить официальные игры. Ну, они проводят, это молодцы. Да, проводят. Молодцы. Ну, а Жигулевский, Самара, ребята, вы попали на разных в четверть финале. Вы сами все знаете. Будет очень тяжело. Нужно будет собрать все свои какие-то внутренние силушки. И, ну, не 23. Нужно будет чуть больше. Поставить я готов очень много денег на разных. Но болеть буду за Жигулевским. Болеть будешь за Жигулевским. Да, потому что я хочу, чтобы получилась интересная игра. Они могут проиграть в итоге, но все равно вот я, типа, буду удовлетворен тем, что я за них болел, они боролись и там набрали много баллов, допустим, но проиграли. Это тоже круто. Ведь команда, она еще и сама с собой соревнуется. Не обязательно проходить дальше. Это каждая игра, это возможность в экстремальных условиях себя проверить. Поэтому я буду болеть за Жигулев. А не смысл болеть за разных? Ну, что это такое? Я буду болеть за разных, и если бы я ставил, я бы поставил тоже на разных. Ну, ты и лох. Седьмая, одна, восьмая финала. Свои, Москва, Большие, Санкт-Петербург. В этом баттле я в первую очередь хочу похвалить команду Свои. Свои – это вот еще одна команда из тех, кто растет на наших глазах. Кто становится лучше по сравнению с тем видом, в котором мы увидели эту команду в самом начале. Свои молодцы. Они набрали 38 баллов. Победили 38-19. 38 баллов – это, между прочим, второй результат. Разные набрали 52, а свои набрали 38. Победили абсолютно заслуженно. Большие, ну вот тоже, вот опять, если бы Большие когда-нибудь сыграли игру с Новосибирском, то мы бы, возможно, между двумя шутками успели слетать до их концерта в Петрозаводске, вернуться. А вот у них следующая шутка начинается. Очень медленные, очень. Большие, да-да-да. Сейчас я скажу шутку, только подождите, ребята. Просто, чтобы вы понимали, не все так внимательно смотрят игру, как мы. Это понятно, это проект, в котором мы участвуем. Есть люди, вот он, смотрите, он целый день работал. Это ж будний день. Да. Целый день, он утром встал по пробкам, ехал на работу в метро с бомжами, вонь, я усиливаю. Вышел этот, реагент на улице, снег, обувь портится, он за эту обувь только расплатился. Пришел, поработал, на работе плохой начальник, все плохо. Сел опять в метро, тот же вагон вонючий, в обратную бомжь-то целый день там спит в этом вагоне. Человек едет и думает, сейчас я приеду в Темпл-бар. И так за деньги, за деньги, и так за деньги смогу насладиться игрой. И вот он сидит и так ест, смотрит игру, и вот выходит человек из Питера и говорит, я... Вчера пошел. И этот сидит... Падает вилка в этот момент. Все, ручность. Он тоскует по этому бомжу из вагона. Что происходит вообще? Почему? Я же уже мог услышать пять шуток и пять раз посмеяться. А я... Ну куда? Я же не в театре. Ну я же не в театре. Я же пришел. Тут тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Все орут. Какой-то сумасшедший орет, шути-шути из зала. Я хочу драйва. Поэтому, ребят, это надо исправлять. Большие тренировок вам и немножечко темпа. А свои в четвертьфинале? Да. И заключительная 1-8 финала сцены Москва 2. Тотальные. Москва. Фантастические. Санкт-Петербург. Короче, мы эту игру видели только на видео, потому что мы не смогли присутствовать. Мы были в отъезде. Но тотальные команды, на которые большие ставки. Потому что мы из Москвы один в любом случае. Команды, на которые большие ставки. Они единственные были. А, нет, не единственные. Разные же думают, что из Москвы. Думают, что из Москвы. Блин, может им сказать что-нибудь? Не, не, не надо. Ладно, пусть будет. Фантастические. Это команда, которая зачем-то решила пропустить прошлый сезон. Да, потому что они были на школе кастинга. Да, они были на школе кастинга. Можно я расскажу такую историю, что... Когда была школа кастинга, там мы выбирали 8 команд для первого сезона М1. И фантастические были той командой, которая были напечатаны на листике. И они... Или я один раз уходил с ними. И Антон очень сильно сетовал, что мы их не берем в М1. Но... Да, я очень хотел посмотреть на фантастических. Дело в том, что ты просто забыл, что я же болельщик московского Спартака. И обманутые ожидания это мое все. Поэтому я тебе сразу сказал, что фантастические тебя обманули. Не надо так сильно переживать. Мы вас не взяли. Вы, возможно, подумали, а зачем вы взяли тотальных? Мы же круче. Это я. За травочку на конец истории. У нас здесь игры, на которых ты соревнуешься с другой командой. Просто импровизировать и соревноваться с другой командой, это огромная разница. Мы тоже просто импровизируем. Нас сейчас поставь против кадровых из Екатеринбурга. И мы, возможно, проиграем. Конечно, нет, но я утрирую. Вот. Доказывайте. Если вы думаете, что вы классная команда, доказывайте. Они приезжают и обсираются. 22 балла. Попадают на тотальных. И проигрывают тотальным, которых вот как раз мы в тот момент был выбор, что тотальные тоже были под вопросом. М1, М2 фантастические были под вопросом. Вот в какой-то момент мы выбрали тотальных, не выбрали фантастических. Очень интересный баттл с точки зрения интриг всевозможных. Но на самом деле по результату этот баттл довольно средний. 23-22 победили тотальные. Тотальные молодцы. Вы прошли, вы в четвертьфинале. Но есть над чем работать, потому что кинопремия ноль. Это... Поэтому что можно сказать, Питер? Соберитесь, пожалуйста. Фантастические. У вас невероятный потенциал. Работайте, и все будет хорошо. А тотальных мы ждем в четвертьфинале. В четвертьфинале, в котором тотальные сыграют со своими. Настоящее. Московское дерби. Я бы сказал импров-дерби. Вся импров-среда придет. Сколько их там? Девять человек? Девять билетов продадим. Ну что, свои тотальные на кого ты? На кого ты ставишь в этом баттле? Это очень сложно. Я вот вообще понятия не имею. Тотальные опытные, да? Да, ну, кстати, тотальные опытные. И мне кажется, что тотальные должны. Должны. Но мне кажется, что опыт должен сыграть. Плюс у тотальных новый человек, и, соответственно, у них такой легкий кураж. Плюс они прошли очень сильных фантастических. Поэтому, ну, наверное, я поставлю на тотальных. А болеть буду. Болеть буду. А болеть буду за московскую импровизацию. Потому что мне кажется, что для такого города, в котором живет 15 миллионов человек, маловато смешных импровизаторов. Ну, конечно. Вот, поэтому я буду болеть вот в целом, чтобы эта игра была очень крутой, чтобы мы говорили, что вот он, вот он, московский импров, вот какой он сильный. Чтобы он такой, он такой сильный, как воронежский. Получилась настоящая московская импровизация. И чтобы они случайно не ебанули рэп-мьюзикл. Ну что, переходим к обзору баттлов в высшем дивизионе. На сцене Москва-1. Напомню, что там участвует 8 команд. Поэтому сезон начинается со стадии четверть финалов. 8 лучших команд. И первый четверть финал, который состоялся, в нем играли неудержимые и кайфовые. Нижний Новгород против Краснодара. Это была крутейшая игра. Она изначально планировалась быть крутейшей. Про кайфовых надо что-то сказать. Кайфовые в прошлом году нам до сезона М1 прошлого нам казалось, что кайфовые – это вообще один из фаворитов всего импровизационного движения в России. Даже мы, наверное, думали, что это самая крутая команда. Они еще выиграли школу-кастинг. Но в прошлом году они проиграли в первой же игре. И проиграли они тогда Томску. Но в этот раз мы и ждали, что они вернутся на вот эти какие-то лидирующие позиции. И я считаю, что они вернулись. Абсолютно. Они, конечно, просто попали на очень крутую команду сходу. Кайфовые набрали 61. Как бы так нельзя сравнивать. Потому что каждая игра – это отдельная игра. Там свое жюри, свой рефери, своя какая-то атмосфера. Но так вот, если взглянуть на сетку, 61 балла хватило бы в любой другой игре. Вообще 61 балл – это очень много. Это очень хорошо. Но против них были ребята, которые до прошлогоднего финала выглядели абсолютно непобедимыми. Они не то, чтобы выглядели непобедимыми. Они выглядят так, как будто они ни с кем не соревнуются. Они соревнуются больше с жизнью, с обстоятельствами внешними. Им все равно. Но все равно по-хорошему. Не то, что им наплевать. Но по ним никогда не понятно вообще, что они напрягаются, как-то лезут из кожи вон. Они просто очень смешные пацаны. Очень. Вот помните, я рассказывал, приводил пример, когда люди мимо ходят. Вот «Неудержимые» – это та команда, которая, если вот так будет ходить без звука, все равно наберет 10 баллов. Они очень смешные. Это, конечно, преимущество «Неудержимых». Тут никуда не денешься. Но всем остальным сейчас. Остальные могут подумать, что нам делать. Мы не смешные. Не обязательно просто быть внешне смешным. Можно просто очень хорошо шутить. «Неудержимые» в полуфинале. «Краснодар» мы ждем в следующем сезоне. Второй четвертьфинал. Это «Лютый» Минск. «Лютый» Тамбов, «Минский» Минск. Кстати, вот знаешь, что сейчас я это понял? Ну давай. Что Тамбов, дело прошлого, набрал-то всего 39 баллов. Ну да, эта игра была не самая результативная для М1, 39-36, но там ходят слухи, что жюри жадничало. В этом жюри сидел я и Слава Комиссаренко. И что мы были очень скупы на баллы. Но тем не менее, да, 39 баллов это не такой большой результат. Ну что можно сказать про «Лютых» наверное? Про «Лютых» все понятно. Действующие чемпионы. «Лютые» являются абсолютным, как мне кажется, примером для всех остальных команд. Не в плане того, как нужно шутить и так далее. Понятно, что все шутят по-разному, а они являются эталоном уверенности в себе, эталоном спокойствия, эталоном такой холодной головы, с которой нужно все делать в импровизации. Ну потому что в импровизации надо очень много думать и быстро. И когда ты вот не в панике в каком-то, не в угаре. Даже кураж это не всегда хорошо. Потому что в кураж можно войти в такой позитивный, у тебя все летит, шутится. А можно войти как разные иногда, входят в кураж. Да, и несмотря на счет 39-36, разрыв всего в 3 балла, Тамбов победил уверенно. А Минск, мы его взяли в М1 как бы типа просто так. То есть они не выиграли. Ну да, вообще, да, сцену Москва-2 выиграла другая команда, а Минск и Минск попали в М1 просто по решению креативной группы. Мне нравится очень Минск. Минск очень хорошая команда. Мне кажется, одной из главных причин их поражения было то, что они очень сильно переживали. Они очень сильно нервничали, куда-то неслись. Они какие-то были все вот такие. Ну, у них был дебют в М1. Это дебют абсолютно. Они оказались в непривычных условиях. Против них выходит чемпион. Но это все равно. Знаешь, ты сразу думаешь, чемпион против нас выходит, который ни одну игру не провел там как-то неуверенно. От них веет каким-то таким позитивом. То есть они даже когда шутят типа агрессивно, там обсирают мои штаны, падлы. Они все равно как бы прикольные. У них, мне кажется, все еще впереди. Вот эта команда, которая абсолютно точно еще не раскрылась даже там наполовину. В общем, одним словом, Минск. Молодцы. Все впереди. Все нормально. Мы не пожалели ни секунды, что взяли вас в М1. Абсолютно. Мы абсолютно не испортили погоды. Ну что, лютые идут в полуфинал. И нас ждет первый полуфинал сцены Москва-1, в котором встретятся неудержимые и лютые. Мы уже в кулуарах называем этот батл «Эль Классико». Я за то, чтобы чемпионы менялись. Чтобы были прошлогодние чемпионы. Чтобы не было таких, знаешь, вот династий. Хотя я как болельщик Реала очень люблю, когда очень много подряд выигрывают главные турниры. Там же нечестно. А тут мы говорим про честный турнир. Ну, прекращай, тоже честно. Там у него нечестно. Выиграли же. И я в этом батле поставлю на невыдержимых. Я не знаю, потому что я... Во-первых, это две мои любимые команды. Так совпало, что они самые сильные. Поставлю на неудержимых. То есть я не знаю, за кого я буду болеть. Вообще не знаю. Но поставлю на неудержимых только по той причине, что мне кажется, что они в этот раз вообще абсолютно заряженные приедут. Абсолютно. Потому что, во-первых, им нужен этот финал. Во-вторых, я думаю, что мысленно они понимают, что если они выиграют тамбов, ну, это не факт, что так, но они мыслят, что путь к чемпионству дальше просто открыт. Поэтому это их, конечно, может и погубить, что они слишком перенастроятся. Но мне кажется, что они должны... Но, с другой стороны, лютые темы хороши, что их вообще очень трудно выиграть скорее. Если у кого-то есть полторы тысячи, и он не знает, куда их деть, то надо купить два билета на игру лютые неудержимые. Это будет пожар. Бомба! Да, это будет смешнее, чем 1,4 КВН высшей лиги. А там дороже билет. Да. Там в первый ряд тысячами измеряется. Даже я не... Вот честно, даже если вот вы думаете, пойти 8 июня на концерт импровизации в Москве, а он 8 июня в Москве, в Вегас-холле, или пойти на неудержимых лютых, надо пойти и туда, и туда. Потому что будет одинаково круто. И там, и там. Ну что, третий четвертьфинал Москвы-1. Такие. Томск, Курск и Курск. Я знаешь, на примере Курских хочу сказать. Вот есть команды, которые думают. Так, ну хорошо, мы занимаемся импровизацией. После работы. Я понимаю, что там все взрослые люди, они ходят на работу или учатся в институте. Импровизация не может стать единственным занятием, потому что, ну хотя бы потому, что за это не платят. Ну вот Торвеня, с которым Курск вообще занимается юмором. Я понимаю, что из Курска всеми силами хочется уехать. И юмором в Курске не заработаешь никогда еще. Вот я смотрю на пацанов, и вот такое ощущение, что они в какой-то момент мысленно поставили жизнь. Вот если они типа проиграют какую-то игру, то надо будет типа вместе взявшись за руки прыгнуть с девятого этажа, потому что они состоят в группе какой-нибудь самоубийц. Они один раз, я видел, как в М2 они проигрывали игру. И в какой-то момент они выиграли там, ну какие-то отыграли пару баллов. Это был полуфинал против Минска в прошлом сезоне. Пару баллов они отыграли, Минск преимуществовал. И чувак на сцене просто заорал. Да, 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 это было круто. Это им иногда мешает. Они начинают очень нервничать, входить в кураж, очень грязные темы использовать. Это все очень плохо. Но мне кажется, что относиться к этому надо вот именно так. Они все время на каком-то таком взводе. Они все время пытаются во все вникать. Вот с такими глазами они слушают. То есть когда им раздаешь какие-то советы, у них вот такие глаза, потому что им кажется, что вот раз мы приехали в Москву на один день, вот надо получить все. Это получается вторая команда после лютых чемпионов, которые еще не проиграли ни одного официального банка. Ты посмотри на него. Они еще не проигрывали. Смотри на него, даже на фотке он заряжен. Он даже на фотке заряжен. Мне кажется, импровизация команды это такой проект, мне не кажется, а так и есть, что в любых других юмористических соревнованиях любые выступления там команд или отдельных людей мы смотрим отдельно друг от друга. Ну да. Ну то есть мы одни, потом другие, потом другие, кто-то побеждает. В нашем проекте тем его и прелесть, что мы одновременно на сцене видим обе команды. Они соревнуются прямо на наших глазах. И в условиях именно такого жесткого соревнования все равно должна быть какая-то, ну вот дерзость, нельзя это сказать, но должна быть какой-то напор, какая-то уверенность в себе. Такие из Томска очень хорошая команда. Они очень хорошо умеют импровизировать и занимаются этим очень долго. Но когда они лицом к лицу с кем-то сталкиваются, они вот как-то вот уступают в этом напоре. Ну если говорить простым языком, что при всей охерительности и прикольности ребят, то есть вот на них смотришь, вот ты видишь, что это хорошие люди. Вот по курсу это не факт. Вот я верю, что ребята из Томска вообще отжать магнитолу до сих пор могут. А вот на том смотришь, вот ты понимаешь, что это четыре очень хороших человека, которым, троим из них, чертовски не хватает яиц. Просто не хватает яиц, когда начинается игра. То есть когда надо побороть обстоятельства, попробовать на свою сторону как-то переманить эту игру, чтобы она катилась так, как надо им. Знаете, иногда кажется, что они благородные. То есть они смотрят на курс и говорят, ну ладно, им право, им право, им право, им право, им право. А у нас Томск хороший город, ну ладно. Но у них есть бомбическая, конечно, девчонка. Да. Женя, молодец. Она одна прям тащила игру, поэтому Томск, вот вам надо остаться такими же добрыми, прикольными, позитивными, спокойными внешне. Абсолютно. Но чтобы внутренне был вот какой-то невероятный вот этот заряд, потому что, ну не получится иначе. И я даже сказал в конце, что победили те, кто больше хотел. Ну что, Курск в полуфинале, Томск. Курск. Ну что, четвертый, заключительный четвертьфинал М1. Легендарный уже теперь. У тебя уже теперь легендарный. Трезвые, Брянск, сносные, Ростов-на-Дону. Во-первых, ну и там, и там такие просто пацаны. Одни там огромные, не знаю, там ростовские, чуть-чуть думающие, что они рэперы. Другие прям вот пацаны. Прям вот Курск это бандиты, а это, знаешь, такие, которые рядом с бандитами. Не, ну трезвые вообще, мне кажется, такая в хорошем смысле такая народная команда. Абсолютно. Такие ребята такие. Они крутейшую игру выдали в прошлом году. Они там первый раз. Да, они в прошлом году встречались на этой же стадии, в четвертьфинале. И в прошлом году Брянск победил с разрывом в один балл. И они там набрали невероятное количество баллов, после чего Брянск в другой игре набрал вообще херню. Такое ощущение, что они, эти команды, заводятся только друг от друга. То есть они просто вгрызаются в эту игру и не отпускают ее. В этот раз то же самое. Тогда один балл отрыв. В этот раз они чуть-чуть поменьше набрали. Но тоже разрыв один балл. Ну, во-первых, тоже много. 48-49. А во-вторых, опять один балл. То есть опять это какое-то невероятное рубилово было. Когда ты не понимаешь вообще, как это так происходит. Почему они ни разу... То есть было, когда Ростов оторвался. Потом Брянск в какую-то лютую погоню вообще хрустился. Я уверен, что вот каждый из них в следующей бы игре, он уже так не будет играть. Так, ну что. И самое главное. В этом баттле между трезвыми Брянск и сносными Ростов-на-Дону победил Ростов-на-Дону. Победили сносные со счетом 49-48. Но произошел небольшой, как выражается один из главных людей нашего проекта, факап. Дело в том, что пытливые умы из Брянска заметили по видео этого баттла и по онлайн-трансляции этого баттла, который, кстати, проходит в нашем телеграм-канале, который называется «Громко и весело». Ссылку вы сможете найти в описании, там проводят онлайн-трансляции абсолютно всех баттлов импровизации команды. Так вот, по этой онлайн-трансляции и по этому видео видно, что жюри допустили ошибку при подсчете баттлов. В жюри при подсчете баттлов, блядь. Ты даже сейчас допускаешь. Да, я даже сейчас допускаю ошибку. По онлайн-трансляции и по этому видео видно, что жюри допустило ошибку при подсчете баллов. Дело в том, что за раунд официант с Носным из Ростова баллы посчитали неправильно, и там должно быть на один балл меньше. В жюри сидел я и Айдар Гараев, участник проекта студия «Союз». Получается, что счет в этом баттле 48-48. Ничья. Во-первых, в первую очередь я хочу искренне извиниться и перед Брянском, и перед Ростовом-на-Дону за то, что это произошло. Да, я тоже извиняюсь. Но человеческий фактор, человеческий фактор, я себя чувствую сейчас депутатом абсолютно. Человеческий фактор, и я тебе когда еще говорил, мы с тобой познакомились, ты был в 10 классе. То есть я еще тебе про школу говорил, Антон, хотя бы какие-то предметы могут пригодиться. Могут. Короче, мы решили проголосовать. Это единственный доступный нам способ решить эту проблему, которая возникла. Кто будет голосовать? Голосовать будут люди, которые занимаются этим проектом. Это вся креативная группа. Антона, Дима, вы знаете, меня зовут Сас, знаете, может быть, забываете людей, которые сидят сбоку, хотя они судят все игры «Москвы-2». Это игры Алексея Баштовой, креативная группа шоу-импровизация и шоу-импровизация команды, и Андрей Андреев, тоже креативная группа, импровизация команды и шоу-импровизация. Это легенды. Андрей Андреев, это… Мы за одним столом с легендой. Вопрос еще легенда. Все, не будем растягивать. Мы пытаемся быть в позитиве. Команды, которые переживают, никак не думайте, что мы относимся к этой проблеме несерьезно. Но мы не хотим из нее делать трагедию, потому что мы все друг друга знаем, и мы уже знаем, кто на что способен, и пока это просто один сезон. Впереди их еще много. Итак, нас здесь раз, два, три, четыре, пять человек, плюс Айдар Гараев, человек, который сидел в жюри в той самой игре, у нас будет на проводе, мы позвоним ему по громкой связи, он не в курсе этого звонка даже, поэтому будет интересно, как он отреагирует. А если счет будет 3-3, проект завершает свое существование. Да. Мы просто каждый отдаем голос той команде, которая он считает в той игре была сильнее. По какой причине, по какой-то внутренней, по внутренней оценке. Каждый из нас был на этой игре, мы ее помним, и мы сейчас просто выберем. Начнет Алексей Баштовой, он всегда начинает все самое тяжелое и неприятное. Алексей, за кого ты отдаешь свой голос и почему? Склонись и скажи. Я отдаю свой голос за трезвых. Так, трезвый Брянск. Трезвый Брянск. По своим внутренним ощущениям. Я отдаю свой голос за сносных Ростов-на-Дону. Я сидел в жюри, да, я неправильно считаю, да, я неправильно что-то там не увидел, но мне кажется, что сносные в этом баттле были чуть сильнее. Плюс лично мне очень интересно посмотреть на сносных хотя бы в двух играх подряд. Один-один. Все, Андрей Андреев. Я тоже. Легенда, легенда, говорит. Да, легенда, легенда Андрея Андреев. Я прошу прислушаться. Я выбираю сносных, да. Мне, конечно, понравились обе команды, но потому что трезвые очень круто выбирались из очень тяжелой ситуации. А эту тяжелую ситуацию, заметьте, им создавали сносные. Поэтому я выбираю сносных. Легендарное мнение. Легендарное мнение. 2-1. А сейчас в истории. 2-1 больше сносных. Дмитрий Тимурович. Я, как и многие из вас, тоже думал о том, что сносно хочется посмотреть на дистанции. Это логично. Но я же долго играл в КВН, как и все эти люди. Все почти эти люди. И мы знаем, что в КВН очень часто начинается. А потому что эти такие-то. А потому что то. А эти девочки. А эти из другой страны. А эти. Начинаются какие-то включаться странные причины. Очень хочется, чтобы в нашем проекте как можно дольше сохранялась какая-то вот эта базовая первобытная история, что смешней победил, не смешней проиграл. Неважно, что мы хотим, что мы не хотим. Стоя на сцене в тот день, я после рэпа был уверен, что выиграл Брянск. Вот я абсолютно был в этом уверен. В моей голове я мог тоже ошибиться с подсчетами, потому что я же не записывал, в отличие от тех, кто записывал и ошибся подсчетами. Я был уверен, что победил Брянск. Когда я услышал, что Брянск проиграл, я очень удивился, хотя мне нравится Ростов. Теперь, когда я знаю, что, оказывается, Брянск еще и даже не проиграл в тот день, естественно, вот я хочу, вот если бы меня в тот момент на эмоциях спросили, кто, я бы сказал Брянск. Поэтому я сейчас абсолютно спокойно отвечаю, что Брянск. Трезвый Брянск. Счет 2-2. Мне кажется, сейчас в один балл опять кто-то победит или кто-то проиграет, но точнее в два балла. Так, ладно, я без лишних слов скажу, что в той игре я был на стороне сносных. По причине, может быть, потому что они были лучше, чем в своей первой игре, может, потому что был Брянск хуже, чем в своей первой игре. Не знаю почему, но по мне сносные в той игре победили. Счет 3-2, но мы звоним Айдару Гараеву. Айдар, привет, это Стас, импровизация, можешь поговорить? Да, у нас одна. Смотри, ты на громкой связи, рассказываю, зачем мы тебе звоним. Кто, по твоему мнению, среди этих команд Брянск и Ростов был в той игре сильнее? Кому ты отдаешь свой голос? Мы записываем прямо на видео это все, поэтому можешь объяснить почему. Айдар, прикинь, это я им тоже так говорил, Айдар. То есть там 16 было в одном раунде, а в следующем команда заработала 6 баллов, а вы посчитали, что это 23, а должно быть 22. Ну, допустим, ладно, ошиблись, ошиблись. Так, выбросить победителя сложно. Слушай, ну, на самом деле, по большому счету, они примерно равны были, и вот прям явно сказать, что кто-то был сильнее, тяжело. В этом без прикол. Да, я понимаю, они там шли при Тирочке, насколько я помню, до последнего, да, до рэпа. Слушай, ну, в рэпе, в рэпе Брянск был чуть-чуть стройнее, но при этом он был не смешнее, а вот Ростов, мало чего, рэперского показал, а при этом они хутили смешнее. Вот, и с этой точки зрения, если мы оцениваем юмор, то, конечно, Ростов. Если мы оцениваем чистоту исполнения рэпа, то, конечно, прям. Смотри, мы сейчас оцениваем твое мнение на протяжении всей игры, не одного раунда, а всей игры, поэтому и, конечно, мы оцениваем юмор. Ну, смотри, тебе надо сказать по ощущениям всей игры. Да, ну, тяжело спустя время, знаешь, там ощущения закрыты. Ну, нам всем трудно, мы все проголосовали. Мы думали, ты все эти дни думала бы. У тебя все сейчас свежо. Так, ну, ладно, давайте, слушайте, не в обиду, Брянску, я за Ростов. За Ростов. Со счетом 4-2 по голосам побеждает Ростов. Ну, вот, видите, как не я, Ринс, решаю все. Спасибо, Айдар. Спасибо тебе, Айдар. Пока. И что за дни выборов? Что за дни выборов? Ёлки, пацаны, давай. Ростов, со счетом 4-2, опять очень спорным, вы проходите в одну вторую. Сразу хочу сказать, жюри всегда неправо. Дальше не будем чего обсуждать. Поэтому давайте вы быстро скажете, за кого будете болеть и кто, как вы думаете, победит в игре Курские Сносные, и мы подведем итог. Курские Сносные, это супер-битва. Ребята подерутся еще на этапе, когда они будут решать, кто из них будет в черном углу, кто из них будет одет в черное, потому что красное не идет ни тем, ни другим. Что, за кого болеть? Я поставлю, наверное, вот поставил бы я на Курск, а болел бы я за Ростов, вот так. А я думаю, что, я уже говорил, что Ростов очень сильно недорабатывает до своей потенциальной планки, вот нормы. Постоянно у них есть какой-нибудь ловкий отмаз, но он не очень ловкий. То они не проснулись, то они опоздали, то они вчера на мероприятии были. Поэтому, а мне кажется, что, ну раз они 4 таких огромных мужика, единственный способ их как-то заставить к этой планке стремиться, это злить. Поэтому я буду, а, болеть за Курск, б, поставлю на Курск. Вот так. Потому что сносный, ну уже выиграйте какую-нибудь игру по-настоящему. Не в ничью сыграйте хотя бы, просто приезжайте и выиграйте какую-нибудь игру. Пожалуйста. Не просто болтовней какой-то между рэпом, прочитайте рэп хотя бы раз смешной. Просто покажите нам свой уровень настоящий. Хватит уже ходить вот в этих, знаете, что Краснодар, что Ростову, две команды, которые вроде все есть, а вроде бы, ну что это такое? Ну что это такое? Ну посмотрим, что будет. У нас в 1-2 на сцене Москва-1 и в 1-4 на сцене Москва-2 будет целых три новых игры. Команды будут учиться играть в новые форматы. Будет свежее впечатление. Поэтому для зрителей, которые, может быть, уже утомились от тех игр, которые были и хотят что-то новенького, новенькое будет. Поэтому приходите, игры будут интересны и посмотрим, кто будет чемпионом. Для тех, кто вылетел, увидимся в осенью. Осенью, дай бог, увидимся. Осенью. Увидимся. Ну или просто приходите, увидимся. Да. На Савеловске. На Савеловске, да. Все на Савеловске. Все, всем спасибо, всем пока. Пока. Шу-ти, шу-ти. Это осень! Это осень! Это осень! Это осень! Так, а вы за денежные мешки, да, проголосовать? Мы с Диманом как всегда трушные. Мы с Диманом как всегда трушные, блядь. А все знают, блядь.